Приветствую вас! Если человек не имеет коррестных желаний относительно другого человека, если человек не имеет дефицита каких-либо своих собственных мотивов, своих собственных качеств, своих собственных потребностей, если человек воспринимает другого как ценность в себе, не как средство для достижения цели какой-либо, а как самоцель, то в таком случае искреннее чувство у людей, безусловно, есть и имеют место быть. Другое дело, что очень многие люди имеют дефицит чего-либо. Все плохие поступки, что негативное поведение происходит из-за того, что люди испытывают потребность в чем-либо. Все поведение, которое имеет под собой внутреннюю неудовлетворенность, по сути дела является не до конца осознанным поведением, не до конца понятым поведением, не до конца понятым именно в контексте своих проблем. Когда человек свои внутренние проблемы не осознает, но пытается их решить по внешним признакам, наиболее простыми, наиболее доступными способами, то, конечно же, такое поведение нельзя назвать истинным, нельзя назвать бескорыстным, нельзя назвать самосыльным. Человек, у которого есть в чем-либо дефицит, и который не осознает этого дефицита, не понимает и считает своей прямой обязанностью этот дефицит, компенсировать, такой человек не может воспринимать другого, как самосыльный. Да, конечно же, у людей, осознающих это, осознающих, что у них есть дефицит, чего-либо, не всегда возникает такое реакционное поведение. Часто бывают даги, что человек настолько осознает себя, настолько хорошо понимает себя, что он отдает отсчет себе в том, что вот ему что-то нужно. Но это что-то нужно только ему, а не другому человеку. И другой человек не обязан, не должен помогать ему всего-то добиваться, всего-то достигать. Другие люди не должны удовлетворять личные потребности человека. И в этом случае, если такой человек действительно вот эти моменты понял, он может действовать в двух направлениях. Первое направление это строить отношения с людьми, не поножидая их, этих людей, удовлетворять свои ценности, удовлетворять свои желания, да, и воспринимая их как самосыль, то есть признавая их самодостаточными категориями. И с другой стороны, параллельно, кстати, удовлетворяя свои собственные желания, восполняя тот самый дефицит, чтобы быть удовлетворенным, чтобы не использовать других людей во имя своих целей. Вот такой человек тоже может вполне себе испытывать и искренние чувства, то есть у нас есть два типа людей, которые могут отвечать тем требованиям, которые вы обозначили. Это люди, которые осознают себя, да, которые не имеют дефицита, и которые людей воспринимают как самоцель. И второй тип людей, это имеющие дефицит, но понимающие его природу, осознающие, и тем самым благодаря этому осознанию действующие двух направлениях, действующие двух, так сказать, формах взаимодействия с окружающим миром. Вот такие люди могут испытывать искренние чувства. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделать его лучшим. Заделаю вам всего доброго и удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!